Слушай, у тебя что-то на груди. А, в смысле? Ну вот на груди у тебя что-то. Кладко что-то? Нет. Мой взгляд. Интересный взгляд. Хорош, да? Необычное. Необычное, да? Необычное знакомство, да? Такое, да. Необычное привлечение, да, я бы сказал. Немного неудобно. Ну да. Немного чувствуешь себя неловко. Но, может, на самом деле люди понравились друг другу, да? А как зовут тебя? Меня? Ингирина. О, Радуб. Очень приятно. Ингирина, чем занимаешься? Я студент. Чего? МГУ. Какого факультета? Я сейчас в инвестируторе учусь, до этого я училась в историческом. Взглотни, да. Слюновыделение, да. Не хочу, просто я очень прямой парень, да, я просто не хочу тебя смущать. Ну, так получается, да. Да, интересно. Да, Ангелина, слушай, а как ты проводишь свободное время? Разно. Не волнуешься сейчас? Не. А? Ну, а общение с противоположным полом? Ну, ты не хочешь. Все хорошо? Извините, у вас какой-то не гарем тут какой-то. А, ты что? А, у тебя не гарем? Нет, я имею в виду, что какая-то исламская страна, где все такие закрытые, друг друга шугаются. А ты похожа на девушку немного восточную такую? Ну, есть, на самом деле нет. Откуда ты? Армения? Грузия? Русская? Русская, прям чисто русская, да? Не, чисто русская, есть украинская. Борщ готовишь? Умеешь? Борщ готовишь. Нелегко? Нет? А кому ты нужна без борща? Да, предлагаю тебе кого-нибудь в целом не готовить. Ты что, отшиваешь меня? Да это же нелогично. Ну, что? А? Я же тебе про... Подожди, я тебе просто про борщ сказал, ты такая... Ты говоришь, тебе нужно потом подготовить борщ. Я говорю сразу, что, типа, горький... Так, подожди, я думаю, без борща не останусь голодным. Ну, мало, да? А? Так если борща, ты... Если человек не умеет готовить борщ, значит, не знаешь, что он умеет готовить другие блюда, правильно? Мало, вдруг у тебя центр вселенной. А, ну что за... Ты знаешь, бывают люди, которые готовят. Ладно, яичницу умеешь готовить? Все нормально, мы сработаемся. Да. А я еще люблю его сбивать. Чего ты занимаешься? Я, я студент. Ты чего? Ну, я его закончил уже. Ну, я занимаюсь фотографией. Больше. То есть, ты такой корпус какой-то не умеешь? Ну, да, я снимаю... Снимаю ее в жанре нюх. Да, я ищу героиню. И девушку. И девушку себе еще. Да. Да, которая накормит меня. Да. А, Глент, сколько тебе лет? Нет. Ну, сколько даже, да? А? Сколько? Ну, я не... А, ну, больше, наверное, 20. Да. А парень есть? Нет? А был? Ну, был там, когда-то. Да. Когда-то там... Были отношения? Ну, были. Ну, или так, на разу. Ну, был. Поцелуйчики. Ладно, извини, смущаю, да. Хорошо, не буду. Ну, ладно, Ингелина, я тебя засмущал от этого. Спроси меня что-нибудь, чтобы тебе легче было. Я не знаю, я не имею пубочки с паршинчиками. Какие вещи, которые вообще лучшие. Какие вечные? Так ты у меня спроси, не личные. Ну, да. Что, общий вопрос, какие могут быть? Ну, до 5 часов, как ты проводишь это? Я? Ходишь по улице, даешь по ледейным автосам? Ну, я люблю. Ну, а зачем скрывать то, что ты хочешь, или то, что тебя волнует? Лучше говорить это напрямую. Допустим, если тебя волнует, ты... Вот обычно мужчина очень боится говорить о сексе. Почему? Это же не есть плохо. Это есть хорошо, это то, что нами движет. Это то, благодаря чему мы размножаемся, эволюционируем. Правильно? Ну, эволюция, конечно, крупная. Ну, вот. Так что... Это естественно. Вот. Ты. Я... Ты не боишься этого слова? Ну, в смысле бояться этого слова? Само слово не несется в никакую... Нет, ну, есть, на что... Некативный квадаж. Ну, да, ну, да. Англия, ну, скажи, вот. Ты занимаешься сексом? А, нет. Тогда вот, да. Я не буду. Ну, а вообще, вообще, как бы. Ну, было разочек, да, как бы. Ну, будет то, чтобы... Ладно, не будем. Ну, так, то есть поцелочки были, да? Ну, тогда. Слушай, я пишу свою книгу, можно тебе вопрос? Ну, немного. Только об этом никто не узнает, хорошо? Да, ладно. Только я и ты? Да. Хорошо? Да. А, оральный секс? Нет. Нет? Ладно. Ты держала хоть раз мальчика записю? Потрясающий вопрос. Давай закрывайте. Нет, не держала. Слушай, нет. Не держала. Ну, слушай, может, идти кого-то другого? А, хорошо, ладно. Хорошо, я не буду. Окей, слишком... Слушай, знаешь, что я тебе предлагаю? Потом в следующий раз встретиться, я обсудить. Ну, тогда ты просто привыкнешь ко мне, поймешь. А я сейчас уйду, и ты такой поймешь. Так, что сейчас было? Что сейчас было? Почему мы на курии подошли? Почему задали такие вопросы? Ну, потому что ты мне понравилась. Я решил именно к тебе подойти. Вот. И потом в следующий раз мы с тобой поговорим в более нормальной обстановке. Ты не будешь смущаться. Ведь сейчас, ну, немного социальное давление. Ты немного волнуешься. Я чувствую. Я не привыкнулся. Знакомство на улице. Мне интересно, будешь сейчас волноваться? Все хорошо? Не волнуешься? Да ладно, ладно. Хорошо. Ангелина, слушай, я вижу, ты милая, хорошая девушка. Здравствуйте, спасибо. Предлагаю тебе встретиться. Когда ты будешь свободны? Я не знаю, наверное, уедешь. Когда ты уедешь? На следующей неделе. На следующей неделе? Да. На следующей неделе у нас... Вот, смотри, в эти выходные можно встретиться. Попить чаю где-нибудь. В кафешке на улице, на веранде. И поговорить. По каких-нибудь приятных вещах. Я не сижу в контакте. Я не стану тебе названивать, написать, как это другие делают. Просто возьму твои контакты и все. Да. Ну, телефон возьму. Ладно. 8. 905. Сиангелина. Стой, стой, стоп, стоп, стоп. Можно последний вопрос? Только ответь мне честно. Договорились? Нет. Я тебе понравился? Ну, мне был связь. Спасибо за кого, так сказать. Открытость, скажем так. Ну, просто мне непривычно знакомиться на самом деле. Может и странно. Пусть это будет твой первый раз. Потрясающе. Ну, что-то всегда бывает первый раз. Ну, все. Удачи тебе. Удачи тебе.